Всем привет! Я Кирилл Пуняков. Сегодня я готов ответить на ваш вопрос. Первый вопрос, погнали! 1102 ЖУ. Чем занимаетесь в свободное время? В свободное время, как правило, чаще занимаюсь домашними делами. Отдыхаю, сплю, читаю, хожу гулять, с женой время проводим. К родителям заезжаем, с братом. С семьей я провожу время в основном. В компьютерные игры не играю, и в приставки тоже. Такого у меня не трачено это время. Женя Смаилова. Арбуз или дыня? Арбуз. Армаха. Кирилл, сразу после предложения руки и сердца, ваша игра изменилась. Вы стали чаще забивать. Как связываете одно с другим? Интересный вопрос. Благодарю. Да, на самом деле, я не могу сказать, что это стечение обстоятельств. Я скажу, что это эмоциональный фон, подъем такой, и внутренний ресурс, да, так скажем, раскрылся. Ну и, конечно, что все совпало. Больше стали доверять игровому времени, и в целом уверенность пришла с каждой игрой все больше и больше. И поэтому пришла результативность. И, конечно, это очень важно, когда есть человек, который тебя всегда поддерживает. Постоянно с тобой, во всем, везде. Я очень благодарен своей жене. Ирина Садвакасова. По ходу сезона Рома вас начинал поддерживать. И перед раскаткой всегда подходил и обнимал вас. Вам это сильно давало мотивацию? Да, у нас появилась такая мини, так скажем, традиция, да, что ли, перед игрой. Мы так, перед выходом с вами на поле с Ромой обнимаемся и погнали там. Пару слов друг другу скажем. Это очень так мотивирует, конечно, и хотя такой игрок обнимает, дает тебе свою энергию и силу, это круто. Вот. Думаю, что это придавало такой большой стимул, и эмоции такие приходили с этим. Было, да, он мне сказал, типа, ну вот видишь, я тебя обнимаю, знаешь, ты головой начинешь забивать? А я перестал. Суити 1481. Главная мотивация, по которой вы добиваетесь успехов. Ну что же, вопрос очень такой интересный. Я думаю, что мотивацию я всегда ищу в чем-то таком, что, ну, получаю удовольствие от того, что я делаю это первое. Также хочется развиваться постоянно. Ты ставишь перед собой определенную цель, и ты к ней идешь. Я считаю, что это самая главная мотивация, ставить перед собой цель, видеть ее, идти к ней, несмотря ни на что, и верить в это самое главное. Это очень важно, когда ты в это веришь, когда ты постоянно в голове это прокручиваешь, и это постоянно живет с тобой. Я думаю, это, это, от этого приходит успех, и в этом есть мотивация. Айкерим.н. Какую страну выбрал бы для путешествий, какие виды экстремального спорта привлекают? Страну для путешествия я выбрал бы Австралию бы хотел посетить. Да, очень интересная страна. Хотел бы побывать в Бразилии, в Аргентине, в Португалии. Ну, вот такие страны, которые я не посещал. Это экстремальный вид спорта. Ну, вот, ну, не знаю, прыжок с парашютом считается за экстремальный вид спорта. Ну, вот, думаю, это, ну, это потом, в будущем. Сейчас, конечно, не готов это сделать. Недавно летал в Алмату и попробовал горные лыжи. Тоже достаточно экстремальный вид спорта. И хотел бы научиться еще лучше стоять на лыжах и маневрировать. И вообще, это прям такое удовольствие, это внутри захватывает их сердце. Классный адреналин. Офишал роман 2.0. Без вопросов, лучшие успеха в карьере, здоровье, благополучие, побольше шайб и поменьше травм. Благодарю, очень приятно. И то, что написали, что следили, что смотрели, что переживали. Я очень благодарен за поддержку. Тука-фука-тока. Ваша вредная привычка. Бывает, не до конца себя дисциплинирую в чем-то. Считаю, что это вредная привычка. Могу отложить какое-то дело на потом. И подумав о том, что я попозже его сделаю. На самом деле, это важная часть дел каких-то, которые нужно сделать сейчас. В эту секунду, в этот момент я могу это сделать. Но думаю, ну, и не так. Черта такая олень, наверное. Телефон, да, телефон. Наверное, одна из вредных привычек, да. Телефон. Чуть немного провожу там времени. И надо от этого немножко. Хотя вот сегодня, в понедельник, пришло сообщение, что мое экранное время уменьшилось на 37%. И я думаю, это классно. В общем, стараюсь избавляться от них. И вам советую. Махаббат Шаканова. Этот сезон прошел очень успешно для тебя лично. Какие цели ставишь в хоккейной жизни? Есть ли мечта? Может, с кем-то хочешь сыграть в паре из НХЛ или КХЛ? Ну, да, сезон, на самом деле, прошел классно, если прилично, да, говорить. Цель в хоккейной жизни – это попасть в НХЛ. Это большая цель. И я ставлю перед собой ее и верю, что приду к ней. Мечта, с кем сыграть в паре из НХЛ или КХЛ? Ну, мне очень симпатизирует, импонирует Артемий Панарин. Хотел бы сыграть в тройке. Вот он сейчас с Зибенажатом, Панарин и я. Нурмухан, Нурлабекулы. Что вы хотите сказать Кириллу 10 лет назад? Ты знаешь, я считаю, что каждый этап в жизни, он для чего-то нужен. И думаю, что определенные трудности и моменты, которые даются на этапе каком-то, они важны и нужны для опыта, для жизненного опыта, чтобы это перебороть, это перейти, так сказать, да, перешагнуть и идти дальше с новым багажом знаний и с новым опытом. Поэтому хочу сказать, что бы я хотел сказать. Но ничего не меняй. Иди так же, трудись, верь, и ты добьешься успеха. Алибаева Аим. Был ли в жизни случай героизма, спасения жизни человеческой или животной помощи перед ЧС, ЧП? Героизма такого не было, какого-то определенного. Ну, добрый поступок, я думаю, но прилетел. Вот когда в Америку, мы поехали в Питтсбург на турнир. И там у нас была игра ранняя, в час дня. На турнире мы, в общем, завтракали всей командой в одном там заведении. И все так сидели за одним длинным столом. И рядом тоже сидел столик, пара сидела семейная. И мужчина оставил портмоне на столе. Ну, и ребята такие, что-то как бы отдавать, не отдавать. Что-то там, они уже ушли. Там уже уходят метров 50 где-то ушли. И потом я понял ситуацию, я взял бы портмоне и побежал за ними. Ну, и, говорит, так как мог объяснился, потому что это был только первый месяц моего приезда в Америку. И отдал им. Ну, наверное, он там чуть-чуть заобнимал меня. В общем, ну, и приятно было. Такого какого-то героизма. Ну, я не могу сказать, что такой случай был. Жарыл. Гасын.а. Топ-5 игроков из КХЛ. Классный. Топ-5 игроков. Ну, Яшкин, вот, Дима, с Динамо Москвы. Вадим Шипачев. Да. Хартикайнин. Фему. Никита Михалис. Роман Старшенко. Азамат Турмагомбетов. Кто твой наставник из игроков? Нет, тренерский штаб. Является для тебя примером для подражания и источником вдохновения. Вот Никита. Я скажу про него, да, такие слова. Он, хоть и на два года меня старше всего, но у него много чего можно поучиться. То, опять же, я говорю, как он ведет тренировочный процесс, как он работает над собой. Я, в некоторых деталях мы с ним вместе даже обсуждаем. Я вдохновляюсь этим. Я смотрю за ним, я слежу за ним. Он выходит на стабильный уровень. Он, там, каждый сезон минимум, там, по 15, там, да, шайб забивает. Это здорово, это классно. И я вдохновляюсь этим. Ну, и, конечно же, Роман. Такой пример. Ну, не то, чтобы для подражания, просто можно много взять положительных качеств с его игры, с его стороны, с его характера, с его позитива, который вот он несет в себе. Все меньше и меньше, все интереснее и интереснее. Что делать на предсезонке, чтобы так прибавить в игре, как Панюков? Хороший вопрос. Ну, я ничего нового особенного не делал на предсезонке. В прошлом году я тренировался по программе. Ходил в зал к Ренату, тренер на нашем по физполготовке. И катался на льду. Там друг Никиты Михайлеса, он делал взлет для нас. И мы там какие-то навыки тоже отрабатывали. Ну, просто я немножко сократил тренировочный процесс в плане по времени. И добавил интенсивность. То есть, вот так. Ну, и потом началась уже командная предсезонка. И там уже по плану команды работаешь. Классно просто. Куханышбаев раз на раз шагасанба. Ну, если такое есть желание, давайте перчатки, давайте оденем шлема, ринг. Погнали, а что нет? Тука-фука-тука. Самая странная вещь, которая происходила с вами. Ну, это не странно, это просто веселая такая ситуация произошла. Но она и в то же время странная. Это было в прошлом году. Меня отправили играть за Намат, в высшей лиге Намат играл против торпеда игра. И мне подходит Андрей Владимирович и говорит, ну, позапрошлый, позапрошлый, ну, вот в том сезоне. Ну, вот съезди там, сыграй. И потом дальше по плану бороться. Я говорю, все понял, хорошо. Я прилетаю в Усть-Каменогорск. Мне, получается, дают номер. Говорят, тебя там встретят. Георгий тебя встретит там. Ну, это, ну, как бы. Я думал, ну, там кто-то с работников Усть-Каменогорска, думаю, встретит меня и до арены довезет. Довезет. Дают мне номер, скидывают. Я приезжаю в Усть-Каменогорск. Тренера на МАДе тогда, Юрий Лавидович Михайлович, Георгий, Андарич Визжагин. Я приезжаю в Усть-Каменогорск, звоню. По этому номеру я говорю, да. Я говорю, здравствуйте, Георгий, а вы где? Он поднимает руку и говорит, Киря, привет. А я такой, думаю, странно, ну, так, как бы, разговаривает. Думаю, странно, так водитель разговаривает, откуда он знает меня так хорошо. Я вот такой, как где, в отеле? Я говорю, почему вы в отеле, почему вы меня не встречаете? Ну, это было прям вообще так, ну, потом ситуация, ребят, выроскал, они тоже так сильно смеялись. Ну, в общем, я говорю, а потом, ну, просто я сразу не понял, что это его номер. И все. И в итоге потом говорю, ой, простите, извините, Георгий Лавидович, я вас, ну, не узнал. Ну, он такой, говорит, да, все нормально. И потом на завтраке, на следующий утро такой, ты что, говорит, думал, что я водитель, таксист. Ну, в общем, такая ситуация была, спешная. Ну, она и в то же время странная немного. Рассмешал, да, всех? Да, вот такая еще была ситуация была. Саня, спасибо за вопрос. Вместе учились, сам все знаешь. Ну, на самом деле тройки были. Ну, и тройки, четверки, пятерок. Ну, редко были, но были пятерки тоже. Но я старался, и последние два года было свободное посещение у меня в школе. Но, тем не менее, приходил в школу, старался, сдавал. Походил к учителям, брал задания. То есть я, не было такого, что свободное посещение. Все, я, извините, до свидания, не прихожу. Нет, я ходил, старался постоянно ходить в школу. ДС Аст. Какую вторую костансовскую команду ты бы хотел видеть в КХЛ? Ну, я считаю, что у нас город Ломота полностью подходит подо все, да, чтобы сделать вторую команду в КХЛ там. Но, опять же, это зависит от спонсоров и от ситуации. Насколько это будет интересно людям, которые будут спонсировать клуб. И, то есть я считаю, что там есть все условия. Там есть прекрасная арена, шикарные отели. То есть вся инфраструктура, да, для того, чтобы и локация хорошая, и аэропорт. То есть все есть, другое дело, кто в этом будет заинтересован, кто захочет это сделать. Так было вообще, думаю, что классно. Представляете, казахстанское дерби. Борис против Алматы. Матч на Мидео. Представляете, это же вообще супер. Ну, у меня ничего не зависит. Поэтому вот так. Баночка пустая. Спасибо всем огромное за вопросы. Я очень благодарен, что столько и слов о поддержке, и вообще столько интересных было вопросов. И просто мне нет слов, как описать благодарность к вам за ваши переживания, за все, что вы делаете. Это дорогого стоит. Всем хочу пожелать в такой период, опять сейчас у нас там повышение коронавируса, да, но хочу пожелать всем крепкого-крепкого здоровья, всех благ, семейного благополучия. Ну и просто огромное спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо.